Газета «Общественный прибой» представляет Спецвыпуск Мы продолжаем серию репортажей о мошенниках, предлагающих завершить уголовные дела альтернативным способом. Мы хотим рассмотреть определенный случай, который имеет место быть в нашем городе и не только. Есть подследственный. Человек начинает в своем окружении искать посредника, человека, который может ему помочь решить его вопрос, то есть ускорить закрытие уголовного производства, либо прекращение. Либо такого человека находит. Посредник предлагает решить ему вопрос за деньги. Деньги забираются, подследственному говорят, что я деньги передал, делом вашим занимается, вопрос решается. Результат очевидно плачевный. Как для подследственного? Он и деньги потерял, и вопрос не решен, и следствие продолжает идти. И для сотрудников правоохранительных органов, потому что подобными действиями дискредитируется деятельность работы правоохранительных органов. Что вы знаете вообще об этом явлении? И как квалифицируется действие лиц, участников такой схемы? Ситуация, которую вы только что озвучили, к сожалению, имеет место быть. Об этом известно в частных беседах, об этом известно из средств массовой информации. К сожалению, могу сказать о том, что действие лица, которое выбрало изначально такую позицию, как вы озвучили решение так называемого вопроса через третьих лиц, изначально исконно неверное. Потому что если уже лицо привлекается к уголовной ответственности, если, с ваших слов, он уже последствиями, значит, ему уведомлено о подозрении в совершении преступления, значит, на то имеется достаточная доказательств, которые собраны в установленном и допустимом законном порядке в ходе проведения досудебного расследования по уголовному производству, которым могут однозначно свидетельствовать, что лицо аргументированно подозревается в совершении преступления. В такой способ, когда уже действием конкретного лица дана уголовно-правовая оценка, когда принято решение по уголовному производству обедомления его подозрения, обращаться за помощью к третьим неустановленным лицам с решением вопроса или передачи в том числе денежных средств лицу для решения вопроса с целью уклонения от привлечения к уголовной ответственности является неверным. Я бы сказала, что данная позиция подследственного лица его даже усугубляет. Во-первых, его действия могут быть квалифицированы дополнительно сотрудниками правоохранительных органов, как предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Если такой факт имеет место быть и он в установленный законный способ задокументирован, тогда в каждом конкретном случае, конечно, надо разбираться самостоятельно и сейчас объективно проанализировать ситуацию, которую вы озвучили, не представляется возможным, потому что надо разбираться в каждом конкретном случае определенно. Но действия лица могут подпадать под уголовную правовую квалификацию дополнительно. Допустим, статья 369 Уголовного кодекса. Это предложение, обещание или представление неправомерной выгоды должностному лицу. То есть, таким образом, впоследствии могут быть квалифицированы еще его деяния. У должностного лица, если такой факт имеет место быть, также может быть уголовно-правовая квалификация. Еще раз оговорюсь, если это будет задокументировано и установлено в действующий Уголовно-процессиональный кодекс, это принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом. Или же это может подпадать под уголовную правовую квалификацию статьи 190 Уголовного кодекса «Мошенничество». Если лицо, которое пытается в такой способ помочь подследственному лицу, не является ни должностным лицом, а иным субъектом преступления, обычным физическим лицом, достигшим возрастом привлечения к уголовной ответственности, тогда это статья 190 Уголовного кодекса Украины. Но опять же повторюсь, что надо в каждом конкретном случае путем анализа и установления всех фактов и обстоятельств, которые подлежат доказанным в уголовном производстве, разбираться и устанавливать. Но изначально это неверный путь, который дискредитирует как самого подследственного, дает ему возможность дополнительно своим действиям дать еще уголовно-правовую оценку дополнительную, так и дискредитирует правоохранительные органы. Я не рекомендую настоятельно, не то что категорически против, чтобы такой факт вообще имел место быть. Кто в такой схеме является потерпевшим, а кто является правонарушителем в рамках действующего законодательства Украины? Если лицо, уже привлекаясь к уголовной ответственности, пытается в какой-либо-то способ уклониться или изменить эту уголовную ответственность, или изменить уголовно-правовую квалификацию в такой способ, то, естественно, его действием тоже будет дана оценка. Он по человеческим меркам может быть здесь и потерпевший, потому что он обратился, может быть, он был не совсем осведомлен, кому он обращается, может быть, он в своей мере заблуждался добросовестно о том, что он обращается к лицу, который может ему оказать правовую, допустим, помощь. Опять же, в каждом конкретном случае надо разбираться. Но здесь и лицо может также выступать в качестве субъекта преступления, или же в качестве потерпевшего, надо разбираться конкретно. Сталкивались ли Вы с подобным явлением? Возможно, Ваши знакомые попадали в такую ситуацию. Может быть, кто-то к Вам обращался, приходил, жаловался. Либо Вам известны пострадавшие от такого рода мошенничества постфактум, когда уже деньги переданы. Что вообще Вы знаете об этом явлении? Лично я и мое окружение не сталкивались с таким явлением, потому что все знают, какую я должность занимаю. Я всегда призываю или сотрудничать с правоохранительными органами, или обращаться к лицам, которые имеют соответствующее образование, и имеют в рамках своих полномочий, имеют право оказывать правовую помощь или иные консультационные услуги, убеждаться в их полномочиях. В Киевский отдел полиции по указанному факту также не было внесено в единый реестр досудебных расследований ни одного заявления. То есть не обращались в Киевский отдел полиции с заявлениями, где были указаны факты или обстоятельства, которые мы с Вами обсуждаем. Что бы Вы порекомендовали человеку, который уже попал в такую схему, то есть он уже передал деньги лицу, которое не является адвокатом, и ждет, когда вопрос будет решен в его пользу положительной? Я бы рекомендовала и посоветовала бы такому лицу не ждать положительного исхода, потому что изначально он заблуждался в своих намерениях. Обратиться за правовой помощью к адвокату, где все изъяснить с учетом своего угловного производства, которое открыто в отношении него. Разработать совместно с адвокатом правовую позицию, линию защиты и обратиться действительно к адвокату, сведения о котором внесены в единый реестр адвокатов. Данный реестр находится в свободном доступе, в сети, интернет, можно через поисковую систему внести соответствующую фамилию и имя отчество лица, которое представляется адвокатом. И если этот адвокат обладает соответствующими полномочиями, а именно у него получен в основном законном способ свидетельства правильного занятия адвокатской деятельностью, когда сведения об адвокатской деятельности будут внесены в единый реестр адвокатов, это можно спокойно проверить. То есть не надо бежать в совет адвокатов, невинные инстанции, то есть все очень просто. Что бы Вы порекомендовали человеку, находящемуся на какой-то стадии досудебного расследования, которому предлагают решить вопрос таким альтернативным способом? Однозначно нет, исключительно обращаться за правовой помощью к адвокатам. К адвокату рассказывать о своей проблеме и совместно с адвокатом выстраивать линию защиты только в такой способ. Если лицо считает, что оно невиновно, то уже собирать доказательства своей невиновности или контраргументы аргументом следствия и не предоставлять их для обозрения о стороне обвинения в лице следователя, прокурора или в дальнейшем в суд. Только в такой способ они надеются на решение так называемых вопросов третьими лицами, потому что, скорее всего, большая вероятность, что он еще пострадает от действия этих третьих лиц. Спецвыпуск. Хотела бы добавить, если к вам поступают такие предложения с решением вопроса с правоохранительными органами, ни в коем случае не отзывайтесь в положительную сторону на указанные обращения. Если даже не имеют места быть, пожалуйста, обращайтесь соответствующим заявлением о совершенном преступлении в правоохранительные органы, где будет дана четкая оценка действиям всех лиц. Не надейтесь на то, что вам третьими установленными лицами, которые не подтверждают свою полномочия, могут помочь в правовом поле. Спасибо. Спасибо.